У нас круглый стол. Я очень рад всех видеть, хочу вас всех поприветствовать. У нас сегодня очень радостный день, поскольку сегодня мы с одной стороны подводим итог тому, что было, и будет разговор о вышедшем первым из планировавшихся томи, первым по порядку выпуска, не по номеру. И с другой стороны мы начинаем новую серию работы, наших семинаров в рамках нашего проекта. И я для начала хочу предоставить слово Надежде Александровне Касавиной, которая взяла на себя обязанности координатора проекта. Она скажет несколько слов. Пожалуйста, Надежда Александровна. Спасибо, Андрей Вадимович. Добрый день, коллеги. Ну, действительно, сегодня у нас, мне кажется, особенный день, когда мы возобновляем нашу активную работу по проекту, российскому проекту цивилизационного развития, но активному именно в плане событий, поскольку понятно, что все эти годы были тексты, которыми мы отчитывались. Но если говорить о семинаре, то была такая очень активная первая волна, которая выпала на период пандемии, и у нас была такая устойчивая группа, устойчивый коллектив, который постоянно участвовал, и мы довольно часто, вплоть до даже нескольких раз в месяц проводили наши семинары, где обсуждали тексты, впоследствии, которые, собственно, до сих пор готовятся к печати. Но, тем не менее, вот такая была активная работа, которая и сейчас продолжается. Но если говорить о семинаре его продолжении, его втором цикле, скажем так, то мы вот сейчас его и открываем, и я надеюсь, что он будет не менее интересным, чем предыдущий. А в отношении предыдущего хотелось бы отметить, что он просто нас еще и очень поддержал. Вот в этот довольно непростой период, когда мы были разобщены и не могли встречаться, то есть это было совершенно особенное время, когда мы встречались, спорили, обсуждали точки зрения свои. И было вот такая, мне кажется, был яркий такой период. Ну а сегодня я очень рада, что этот второй цикл у нас открывается выступлением Андрея Вадимовича. И тема, которая, как мне кажется, откроет новые перспективы о методологии исследования цивилизации. Спасибо, да. Почему я решил сейчас именно выступить? Я, конечно, мог бы и раньше выступить, и многие мне говорили, что я должен выступить с таким вот, как бы сказать, своим видением. Но я не хотел путать, не хотел, чтобы смешивалось административное и научное. Но поскольку сейчас нет подозрений в том, что используется какой-то административный ресурс, чтобы направить проект в нужное мне личное русло, поэтому я могу, в общем, не оглядываясь на это, выступить сугубо или чисто научным сообщением. И, с другой стороны, вот сейчас, когда мы выпустили том «Мемория», в котором, собственно, подытожен опыт исследования цивилизаций предыдущим поколением, поколением которого уже нет с нами, наверное, можно поговорить о том, как идти вперед и чем наше видение, ну, в данном случае мое личное видение отличается от того, которое зафиксировано в этом томе. Поскольку, если вы помните, на наших семинарах не раз, не раз высказывалась точка зрения, что вот сделаем мы такой том, и станет нам стыдно, поскольку нам нечего будет предложить, как бы сказать, равно великого. Вот я думаю, что это не так, и нам есть, что предложить, равно или неравно, это уже не нам решать, но нам есть, что предложить и есть, куда идти. Я в своем, я не буду это называть докладом, сообщением или, в общем, выступлением. Я хочу сосредоточиться на трех вопросах, вокруг трех вопросов, построить его. Первый вопрос, о чем мы говорим, когда говорим о цивилизации, вот о чем речь вообще. Второе, сколько цивилизаций у нас сейчас, скажем так, на Земле. Сейчас это вот в обозримое историческое время. И третий вопрос, что такое российская цивилизация и как о ней говорить. Ну, первый вопрос, о чем мы говорим, когда говорим о цивилизации, понимаете, ответить, у меня есть два ответа на этот вопрос. Значит, первый ответ, мы говорим обо всем вообще. Даже о большее, больше обо всем, чем когда мы произносим слово бытие. Потому что бытие мы привыкли противопоставлять сознанию, а вот цивилизацию сознанию не противопоставишь. Цивилизация это вообще все. Вот все, на что можно указать, что можно упомянуть, все это включено в понятие цивилизации, во всяком случае для нас. Если мы имеем в виду себя, людей, живущих вот в реальности, в той реальности, с которой мы имеем дело. Люди, которые социализировались в той или иной большой культуре, овладели языком, ну и так далее. Значит, цивилизация это все, с одной стороны. С другой стороны, вот уже такой более, что ли, точный ответ мой, и более прицельный, следующее. Когда мы говорим о цивилизации, мы говорим о самой фундаментальной эпистемологии. О самой фундаментальной эпистемологии. Потому что, если цивилизация это все, то она начинается с сознания. И вопрос о цивилизации, это вопрос о том, что такое сознание, что такое разум. Сколько этих разумов, если цивилизация не одна, а их несколько, если, то и разумов должно быть несколько, как это возможно и так далее. В общем, самая фундаментальная эпистемология. Теперь, если цивилизация это все, то это, конечно, огромная пестрота, и мы сталкивались вот с этим соблазном и с этим вызовом, не раз это звучало на наших семинарах, а как нам вообще это упорядочить, вот как про это говорить, ведь это много-много всего, нам нужно привлечь, я не знаю, миллион разных специалистов, чтобы они говорили каждый о своей области. И здесь, ну я еще раз подчеркиваю, что хоть это и само собой разумеется, но тем не менее, мое сообщение исходит вот из моего личного опыта исследовательского. И я бы сказал следующее, что одно дело, когда мы говорим о цивилизации или о культуре, к которой мы сами принадлежим, она, конечно, пестрит разнообразием и все такое, но совсем другое, когда мы говорим о цивилизации или культуре, к которой мы не принадлежим. И это разные порядки пестроты и разнообразия. Почему? Потому что, когда мы говорим о своей цивилизации, мы знаем, как ее упорядочить, как эту пестроту упорядочить, ну во всяком случае, как ее можно было бы упорядочивать, то есть как подходить к этому. А вот когда мы говорим о чем-то другом, нежели то, к чему мы принадлежим, о другой цивилизации, мы этого не знаем, потому что она построена по-другому, не так, как наша. И здесь важнейшую роль сыграет опыт востоковедный, потому что именно востоковедение имеет дело с теми цивилизациями, к которым ученый не принадлежит. Это по определению, по определению, востоковедение это наука о культуре или о цивилизации, к которой ученый не принадлежит, ученый, который изучает ее. С востоковедением такая история, востока нет, а востоковедение есть. Востока нет, потому что восток фиктивное понятие, его нет как единой сущности, поскольку восток, единственное, что можно о нем сказать, что это не запад, и, скажем, исламский мир, Индия, Китай, каждый из них отличается, так сказать, друг от друга, ничуть не меньше, чем любая из них от запада. Вот с этого начинается образование востоковеда любого, с тезиса о том, что востока нет. А как тогда востоковедение есть? А вот так оно и есть, потому что востоковедение не по объекту названной и даже не по предмету, а по методу. По методу, понимаете, потому что востоковедение это комплексное образование. Да, вот востоковед получает комплексное образование. Почему комплексное? Да потому что образование должно компенсировать недостаток интуиции культуры. Когда мы вырастаем в своей культуре, у нас есть ее интуиция. Мы понимаем, как она устроена, потому что мы сами в ней выросли, мы социализировались, язык является для нас родным, тот язык, на котором говорит культура, и язык в прямом лингвистическом смысле, и язык понятия и так далее. Что касается другой культуры, мы этим ничем не обладаем, и мы все это должны компенсировать за счет образования. Поэтому востоковедное образование, это слово востоковедное имеет только методологический смысл, но никакой другой. Но именно этот аспект и важен для нас здесь. Поэтому вот этот востоковедный опыт, что он, собственно говоря, открывает в других цивилизациях, с него бы я и хотел начать. И я хотел бы сказать, что есть несколько человек, которые не только в нашем институте, но и за его пределами, которые работают в этом направлении. И если суммировать, я не буду подробно об этом рассказывать, но если суммировать то, что было сделано нашим коллективом, если хотите, то есть теми людьми, которые в этом направлении работают, там и эндологи, и я принадлежу к этому, то это следующее. Речь идет о том, здесь частично я второй вопрос затрону. Мы выделяем четыре цивилизации, четыре, о которых сегодня можно говорить. Это европейская или западная, это араб-мусульманская, индейская или как ее называют южноазиатская, и дальневосточная или китайская. Почему именно они выделяются? Российская, это, с моей точки зрения, это пятый предмет, о котором можно говорить, я потом буду говорить. Но вот эти четыре, сформировавшиеся давно, развернувшие себя, ясно о себе заявившие, именно как цивилизации. Теперь, а что же такое цивилизация, о чем мы говорим, когда мы говорим о ней? Вот есть три категории или три понятия, общество, культура, общество, цивилизация. Человек, если помните, Николай Иванович, антропо-социо-культурный подход развивал, АСК-подход, если сюда добавить еще и цивилизацию, то вот это и будет, вот то, о чем мы говорим. Человек, да, все начинается, конечно, с человека, с его сознания, с его разума, с той рациональности, которую он обладает. Но обладает он ею не потому, что он человек, так сказать, биологическое существо, а обладает потому, что он социализирован, то есть он принадлежит обществу, и вырос в той или иной большой культуре, я потом скажу, что такое большая культура. Именно в большой культуре. Благодаря ее практикам, прежде всего, это образование, конечно, но и другая сумма практик любой культуры. Эта рациональность в нем воспитана, внедрена, поддерживается и применяется, как бы сказать, по умолчанию. Большая культура, вот в ходе своего развития, она обрастает цивилизационным телом, если хотите. Но это метафора, конечно. Хотя я их называю вот так последовательно, человек, общество, культура и цивилизация, но вы понимаете, что все это в действительности существует вместе, и все это проникает одно другое, одного без другого нет. И когда мы говорим о цивилизации, мы должны говорить, опять-таки, обо всем. То есть мы должны говорить о том, что есть большая культура, есть определенный тип рациональности, который отличается от других типов рациональности. Я с полной ответственностью вот это слово употребляю, тип рациональности, да, то есть тип разума. Благодаря этому, значит, благодаря этому имеются выработаны, да, и функционируют, и институционализированы, то есть есть общественные институты для таких важнейших регулятивных систем, как право и этика, без которых вообще общество не может быть. Право и этика, да. Причем они построены именно на этой рациональности. Это означает, что вы можете указать характерные черты для каждой из этих четырех цивилизаций, которые я назвал, которые отличают кардинальным образом вот это все от всех других. Скажем, китайская этика, да, это не индийская, не арабо-мусульманская, не европейская, другое. Ну и так далее. Значит, право и этика. Дальше, да, вот институты общества и власти, то есть социальная организация и политическая организация, обязательно, потому что это все одно к другому пригнано, это не может быть одно от другого отделено, да. Дальше, значит, то, что мы называем духовной сферой, научно-духовной сферой, это мировоззрение, это могут быть религиозные представления. Ну, в общем, давайте обозначим их как мировоззрение или диалоги в широком смысле этого слова, система идей, которая формирует, да, представление человека о мире, о нем самом, об обществе, о цели, ну и так далее. И научная, то есть наука, она тоже, естественно, как может быть без науки, да, если мы говорим о разуме, если мы говорим о рациональности, то должна быть и наука. Вот если мы имеем все это, и все это склеено или связано в один пучок, понимаете, в одну, как говорил Шпенглер, морфологию культуры, но только форма здесь ни при чем, это не форма, конечно же, но тем не менее, вот эта определенная гармония и единство тех сфер, которые напрямую друг с другом генетически не связаны, вот ведь в чем, да, идея и загадка морфологии культуры. Почему сферы, которые напрямую не связаны, я еще не упомянул экономику, хозяйственную жизнь, она тоже здесь же, безусловно, потому что как без нее, производство там, все прочее. Вот если это все строится на одном типе рациональности, и благодаря этому одно к другому подходит, да, и хорошо работает, и там политические институты работают, и регулятивные системы работают, и все это соответствует хозяйственной жизни, поэтому хозяйственная жизнь ладится, так скажем. Вот тогда мы можем говорить о цивилизации, которая действительно, так сказать, стала, да, прошла это обстановление и вот обросла вот всем этим цивилизационным телом. Вот, теперь, что такое вот эта самая рациональность, да, с которой мы начинаем, вот этот разум. Вот здесь фундаментальная эпистемология, и, в общем, если я выдвигаю такой тезис, я должен его обосновать и показать, как можно говорить, если есть четыре цивилизации, значит, должно быть четыре типа разума, да, правильно, которые должны друг от друга отличаться, которые должны быть разными, изначально разными, вот. Откуда это, вот, различие? Это, очевидно, противоречит такому, я бы сказал, устоявшемуся, если не сказать догматическому представлению об универсальности разума, догматической, потому что оно ничем не подкреплено, кроме всеобщего принятия. Вот я никогда ни от кого не слышал ни одного аргумента в пользу универсальности разума. Ну, нет таких аргументов. Если есть, то я буду рад услышать, там, понимаете, ну, не буду сейчас об этом говорить, но аргументов нет, так же, как нет аргументов в пользу того, что Россия – это Европа. Это тоже очень многие заявляют, но ни одного аргумента привести не могут в подтверждение этого тезиса. Это вот интересные вещи, которые консенсусные, но при этом необоснованные ничем, кроме веры. Вот, так вот, откуда берется это? Вот давайте я такую простую вещь скажу. Значит, человеческое сознание – это способность видеть, я попросту выражусь, что и какое, если мы это напишем через дефис. Что и какое. Почему что и какое? Потому что, чтобы познавать мир, да, вот когда мы перешли от, по известному выражению, от хаоса к логосу, когда логос победил, но только логос может быть разный, не только греческий. Вот тогда появилась возможность познать мир. А что значит познать мир? Понимаете, если мир в каждое следующее мгновение, мы же все знаем, что время течет, да, вот он проходит перед нашими глазами мир. Если в каждое следующее мгновение мир новый, целиком новый, а он же все время меняется, он новый, так, то тогда его познать нельзя, согласны. Даже если мы неким странным образом его познаем в момент времени ноль, то в момент времени ноль плюс один наше знание уже будет бесполезным, поскольку мир будет новым, целиком новым, обновленным, верно? Ну как, если мир это кадры на кинопленке, и каждый кадр будет абсолютно новым, то тогда знание мира в любой предыдущий момент времени будет бесполезным для нашей жизни в нем в следующий момент времени. Значит, это означает, что вот эта вот текучесть, да, она текучесть, но в ней есть что-то постоянное, в ней должно быть что-то постоянное и устойчивое для того, чтобы можно было познать мир. И тогда, если мы умеем выделять это устойчивое, то тогда мир не просто текучий, а мир будет изменяющимся, изменяющимся. И тогда изменения мы можем понять как обновление неизменного. Вот это, я не просто так эти слова произношу, а изменение как обновление неизменного. То есть должно быть что-то обязательно неизменное, и это неизменное должно уметь обновляться. Вот для нас уже это тривиально, почему? Потому что мы воспитаны в определенной рациональности, которая так сделана, она так устроена, что мы это умеем делать. Но это абсолютно нетривиальная вещь. И для мышления, которое не перешло от логоса, от хаоса к логосу, да, не обязательно к греческому, я еще раз говорю, эта операция не очевидна. И такое мышление не умеет это делать. Теперь, греческое, да, вот греки научились это делать каким образом? Вот это неизменное, что стало субстанцией, там, идей, там, ну, вот аристотелевскую, если вы возьмете, да, это субстанция. Какое это обновляющаяся акциденция, признак и так далее? Так научилась мыслить греческая философия. И этот способ мышления, да, он остался стержневым для Европы, он воспринят нами. Посмотрите, да, вот, когда мы употребляем наш язык, мы же не можем не быть платониками, если хотите, потому что, если мы употребляем любое имя, там, стол, стул, человек, себя называем, на каком основании мы совершенно разные предметы называем одним и тем же словом? Ведь вообще-то, если слова это знаки, то, вот, например, для вот этого предмета и для этого должны были бы быть разные знаки, правильно? Потому что это разные предметы совершенно. Откуда у нас берется привычка употреблять для обозначения разного одно и то же слово? Или вот вы все абсолютно разные, верно? А почему мы можем сказать, что человек, вот каждый из нас человек, мы все разные, каждый из нас человек. Я разный от момента рождения до кончины. Почему я? Это я, да, вот, я как человек. Ну вот, вот эта платоническая привычка, она встроена в нас и в наш язык, и мы, собственно, не можем ничего делать, ничего говорить, мы не можем строить свою жизнь, если мы не мыслим таким вот образом. Пусть это мышление и является имплицитным, встроенным, да. И по-другому европейское мышление не может быть устроено, и все попытки освободиться от этой самой субстанциальности, они ни к чему не приведут и не могут привести, потому что субстанциальность это не метафизика. Конечно, для этого способа мыслить субстанциальная метафизика наиболее подходит, она, как бы сказать, метафизически выражает суть этого способа мыслить. Но сам способ мыслить не зависит от метафизики, потому что человек, который никогда не слышал о субстанциальной метафизике и вообще о философии не слышал, он все равно применяет этот способ мыслить или способ смысла полагания, да, способ смыслить, вот смысл в нем образуется в его голове таким образом. Смотрите, когда мы видим вещи на уровне чувственного восприятия, мы же всегда ведь видим некое что, к которому прибавлено некие какое. Мы не видим ведь разрозненные пятна красок или там разрозненные качества, они всегда прилеплены к своему носителю, и этот носитель для нас оказывается субстанциальным, мы видим субстанциальные вещи. И наука ведь тоже так устроена, хотя наука, поскольку это предприятие, ну, более такое динамичное и развивающееся, чем наше обыденное мировоззрение, оно включает в себя, может быть, и другие способы мыслить. Теперь следующее, является ли вот выделение этого что, да, как, собственно, да, так вот, дело, извините, не в метафизике, дело в том, как мы предикацию устраиваем, то есть как мы прибавляем вот это самое какое, вот это качество к чему-то неизменному, то есть как неизменное становится обновляющимся, то есть как возможно изменение, как обновление неизменного, благодаря какой операции. И когда мы употребляем язык, или когда мы строим понятия, или тем более развернутое рассуждение, мы прибегаем вот к этому механизму склеивания что и какое. И механизм этот для европейского мышления, он построен на пространственной интуиции, которая хорошо концептуализирована в кругах Эйлера, который показал, что, скажем, самая такая, ну, самая яркая, что ли, если хотите, выражение этого, традиционное выражение этого способа мыслить, аристотелевская логика, она хорошо систематизируется кругами Эйлера, построенными, как бы, как интуитивно понятное соотношение пространственных объемов. Если вы помните, да, круги Эйлера, собственно, они придуманы для того, чтобы иллюстрировать положение логики без всякой заумной, так сказать, заумных рассуждениях профессоров логики, где наглядно, интуитивно, ясно, благодаря пространственной, благодаря апелляции к пространственной интуиции, что высказывание типа «А есть Б», оно иллюстрируется как попадание субъекта, то есть что, в пространство предиката «А есть Б», это когда одно внутри другого, или, по крайней мере, не выходит за пределы другого, может совпадать, может не совпадать, но не выходит за пределы, да. Вот эта пространственная интуиция актуализируется всякий раз, когда мы произносим простую вещь «А есть Б», и когда мы, собственно, употребляем связку «Есть», и связка «Есть», которая фундаментальна для европейских языков, без которой не обходится высказывание, даже если она не эксплицитна, эта связка, но тем не менее она не обходится, является выражением вот этой фундаментальной интуиции, которая лежит в основании операций разума, и не только разума в смысле высокого мышления, но и самых элементарных операций, говорения, видения вещей, упорядочивания вещей, понимаете? И поэтому пространственная интуиция и привычка к опространствливанию, или, как говорят, поддавшиеся привычке латинизировать русский язык люди, современные спотиализации, извините за это выражение, я серьезно, вот есть такой, значит, просто транслитерация английского слова, спотиализация, то есть опространствливание, эта привычка растет именно отсюда, но посмотрите, с какой стати время представляется пространственно, откуда выражение стрела времени, ну, пространство и время, это вещи несовпадающие, каким образом пространство представляет, то есть время представляется пространственно, а ведь это элементарные операции, которые производят все, включая там, ну, кого угодно, да, от школьников, а потому что мы привыкли к этому, вот эта пространственная интуиция, базовая для европейского способа мыслить, она практиками большой культуры поддерживается, так вот, большая культура, это такая, это такой, такая, как бы сказать, сумма, да, или конгломерат, ну, в общем, агрегация культур, которые, для которых, для всех этих культур, да, вот определенный способ мыслить, то есть прежде всего, способ предикации, способ формирования, что и какое, от чувственного восприятия до высокого мышления, один и тот же, поэтому можно говорить о европейской большой культуре, для которой этот способ задан еще греками, и для которой эта интуиция является фундаментальной для всех культур, они могут возникать, входить, приходить, уходить, и так далее, меняться, но большая культура остается, она, большая культура, это, в общем, в этом смысле абстрактное понятие, поскольку это не какая-то конкретная, да, культура, замкнутая в каких-то конкретных границах, государственных или языковых, нет, это именно конгломерат культур, которые следуют одному способу мыслить, ну вот, соответственно, если мы говорим об араб-мусульманской большой культуре, или о китайской и андийской, то они построены на другой рациональности, каким образом это возможно? Очень просто, вот это, в этом что и какое, неизменности и обновлений, неизменным может быть не только субстанция, и интуиция, склеивание, что и какое, может быть не только пространственно, а может быть другой. Какое именно? Ну, смотрите, вот очень просто, ну, всем понятно, что в мире, кроме вот материальных вещей, которые мы именуем субстанциями, вообще-то есть еще и действия, вот, и вещи действуют, люди действуют, правильно? Но действия, поскольку, коль скоро мы привыкли мыслить субстанциально, то и в метафизике, и в логике действие привязывается к субстанции, то есть действие оказывается для европейского мышления, какой-то акциденции действователя, и это будет проявляться в разных-разных-разных областях мыслей. А что, если действие является той же самой первичной действительностью, вот, хорошая игра слов, правильная, вот, действительность, да, каковой является для европейского мышления субстанция? Вот что, если так? Что, если мы начинаем с действия, а не с субстанции, и действие ни к чему не привязано, как таковое, оно и есть первичная действительность. Тогда действие, которое протекает, но оно всегда протекает между действователем и претерпевающим. И что это действие? Вот то неизменное, что есть в мире, а его обновление, какое будет обновление действователя и претерпевающего? Вот эти вот минимальные, нередуцируемые, как бы сказать, тройка действия, действователя и претерпевающего. Вот это другой тип рациональности, порождающие другое мировоззрение, другую логику, логику в прямом смысле. Соответственно, там все вот те составляющие большой культуры и далее цивилизации, о которых я говорил, которые я перечислял, они будут выстроены на этой логике, на логике прямого действия. Ясное дело, что об этом можно очень долго говорить, и я, естественно, этого сейчас делать не буду, потому что это разговор на много часов. Многое из этого написано, при желании можно посмотреть. Но давайте в качестве яркого такого, что ли, примера, если у вас мышление построено, если оно субстанциальное и построено на том способе, о котором я говорил, предицировать, то есть склеивать что и какое, то его непременным атрибутом будет привычка к иерархии классовой. То есть, когда у вас есть более общий уровень, и он будет разбиваться на более частные и мелкие. Что интересно, никакое такое разбивание никогда не дойдет до единичного. Но это я так, как бы сказать, апропорт сбоку говорю, хотя это фундаментальный факт, на мой взгляд, что никакого, вот скажем, если вы берете древо порфирия, вы сколько бы его не ветвили, вы до первой субстанции аристотелевской не можете дойти путем деления, правильно? Вы ее должны ввести как точку. Но это ладно. Но привычка к иерархии является важнейшей, такой отличительной чертой этого способа мыслить. Отсюда, когда мы строим классификации, мы строим их именно так, как иерархические, отсюда и требования к классификациям, обязательно включение нижестоящих уровней, вышестоящих. Этот принцип совсем не обязательно будет работать, когда мы пытаемся классифицировать какие-то объекты, но тогда и получается, что эта рациональность дает сбой, но это именно сбой рациональности. Так вот, если вот это требование иерархизма, да, когда вы говорите о классовом обществе, в социологии, или когда вы говорите о политической структуре общества и видите ее как классовую, вы используете эту привычку иерархического мышления, но она не является абсолютной, она не является независимой от типа рациональности, если у вас рациональность не субстанциальная, то есть склеивание что и какое построено на другой интуиции, на интуиции протекания действия или интуиции прямого действия, тогда у вас мышление не будет иерархическим и построение иерархии вот таких будь то классовой иерархии или иерархии классификационной не будет обязательным требованием, но простая вещь, посмотрите, что такое исламское право, важнейшая регулятивная система, то что мы называем исламским правом представлено сегодня, сегодня, не исторически, исторически еще больше, сегодня это 4 сунницкие школы и одна, ну минимум одна вообще, их на самом деле больше, шиитская, то есть 5 школ, что значит 5 школ, это означает, так вот если конкретно сказать, что один и тот же случай может решаться по-разному, потому они разные школы, иначе бы они бы, то есть, да, это значит, что они не упорядочены, не кодифицированы и не классифицированы так, как того требует европейское мышление и принципы римского права, почему, может быть они не догадались, да нет, они прекрасно знали, что такая операция, как кодификация, возможна, и даже было, они были знакомы с римским правом очень хорошо, и была даже предложена идея кодификации, но была отвергнута, почему, да потому что рациональность, которая построена на идее протекания действия между действователями и претерпевающими, не предполагает упорядочение через иерархию, а упорядочение не как что она предполагает, она предполагает упорядочение как ветвление, исходящее из одной точки, понимаете, но это опять, это и метафизически обоснованно, и логически обоснованно, но в данном случае, если я говорю об исламском праве, то как оно тогда, вот если оно такое разное, как оно упорядочено и почему оно все исламское, да потому что вот здесь родная для этой культуры такая категориальная пара корень-ветвь имеет значение, потому что корень-один, ветви разные, вот корень-один, под корнем, если мы говорим о праве, под корнем понимаются неизменные правовые нормы Корана и Сунны, ну в общем, некая некая сумма норм, которые не меняются, которые являются корневыми, вот от них ответвляются другие нормы, поскольку ясное дело, что жизнь не ограничивается теми случаями, которые описаны в Коране и Сунне, жизнь гораздо обширнее и богаче, чем то, что там зафиксировано, поэтому исламское право, поспевая за жизнью, должно было вырабатывать новые нормы, как оно их вырабатывало, опираясь на вот эти принципы рациональности, оно ветвило, да, разветвляло, то есть переходило к новым нормам, я не буду описывать сам этот процесс, можно описать, это то, что, ну ладно, не буду, а то я буду сейчас говорить об этом, вот, короче говоря, что в результате получилось, получилось нечто вроде такой кустовой структуры, когда у вас есть один корень, и слово корень здесь не случайно, и есть много ветвей, но ветви не обязаны согласовываться друг с другом, вот ведь главное, такое ясное логическое отличие от иерархической структуры, там нет принципа противоречия, да, оно не работает, если вы берете ветви, там другой принцип и другое категорическое требование согласованности с корнем, то есть любая ветвь должна себя уметь возводить к корню, вот если она этого не умеет, тогда она выпала, тогда она не принадлежит исламскому праву, поэтому возведение себя к корню, да, вот это важнейшая процедура, которая осуществляется не только в исламском праве, но и в других областях, и там можно привести тому много примеров, вот как это мышление упорядочивает, точно так же себя упорядочивает, большая культура в целом, неоднократно было замечено, в том числе самими мусульманами, что когда мы говорим ислам или исламская культура, мы не можем указать ни одного общего признака, то есть если бы мы мыслили по, так сказать, греческий, мы должны были бы найти что-то общее, что такое, дай нам что-то общее, а потом будут специфические отличия, так ведь мы привыкли, правильно, вот для исламской культуры нет ничего вообще общего, вот что не возьми, вот что может быть по-разному, вот, вышло, там, ну, какое-то время назад уже, в Гарварде, такая очень толстая книга одного мусульманского автора, который называется Вот из Ислам, что такое ислам, и он начинает, он мне очень нравится, вот, очень хорошая книга, он сам мусульманин, и он начинает с такой, с такого рассказа, он говорит, на одном из приемов, где были мусульмане, были там, американцы, ну, естественно, подавали вино, это был не исламский прием, а вот американский, было вино, и кто-то из мусульман взял бокал вина, к нему подошел американец, и говорит, а ты разве не мусульманин? Он говорит, да, я мусульманин, а разве мусульманам не запрещено пить вино? Он говорит, да, мусульманам запрещено пить вино, а почему же ты пьешь вино? А потому что я мусульманин, пьющее вино, ответил тот ему, и это был не парадокс, да, вот это нормально, говорит этот исламский автор, вот так может быть, потому что в исламе, вот, Вы можете найти, взяв любую якобы общую черту, вы можете всегда найти что-то, что будет этому противоречить, говорит он. Но при этом мусульмане всегда, где бы они ни находились, если они никогда не видели один другого, они всегда ощущают свою принадлежность к одной и той же культуре. И говорит, вот например о свадьбе сговариваются родители, один там в Пакистане, другой где-нибудь в Тунисе. И прекрасно друг друга понимают, каким образом это происходит, откуда это единство культуры, при том, что нет ничего общего. Должны работать другие механизмы, обеспечивающие единство. И вот важнейшим таким механизмом является возведение к корню. Но это была просто иллюстрация, такая яркая что ли, иллюстрация, которая, на мой взгляд, яркая, которая призвана была это показать. Точно так же исламская этика, вторая важнейшая регулятивная черта, вопрос, и это тоже отмечается всеми авторами, которые пишут об исламской этике. Вот хорошо была известна греческая этика, и переведена была, и там Никомахова этика, и другие, и даже по несколько раз и комментировалась, и возникла традиция, так называемая, трактатов о нравах, о добродетелях и пороках, и золотая середина, и все прочее. Вопрос, почему то, что мы называем исламской этикой, оказалось вообще вне влияния всей этой традиции, которая была уже не внешней, она была собственно исламской, и существовала, исламской в смысле внутри культуры была, и существовала на арабском языке. Почему? Именно в силу того, что то, что мы называем исламской этикой, построено на другой рациональности, не на той, на которой построена этика добродетелей и пороков. Но опять, это долгий разговор, который не хочу начинать, потому что начинать надо все-таки то, что можно закончить, а если я его начну, то я его сегодня не закончу. Вот, ну и язык, понимаете, удивительное для того, кто слышит это первый раз дело, вот в арабском языке нет глагола быть, нет связки есть, хотя европейским мышлением, в том числе арабистическим, она всегда вчитывается в арабский язык, но потому что по опыту европейских языков мы не представляем себе, как может быть язык без связки есть, да, как вы будете связывать подлежащие сказуемые, если у вас нет связки есть и нет. А вот нет ее, и все тут, и прекрасно арабский язык обходится без этого, связывая подлежащие сказуемые, не на основе вот этой, дело же не в слове, слово можно придумать любое. Дело в том, есть ли это интуиция, вот пространственная интуиция попадания субъекта в пространство предиката, которая и заставляет нас понимать, что такое высказывание стол деревянный. Ну вот скажите, если мы скажем стол есть деревянный, стол деревянный, откуда мы знаем, что эти два слова не просто рядом стоят, а обозначают что-то одно, одно что-то обозначают. Стол есть деревянный, здесь у нас три, стол есть деревянный, и стол может отделиться от этого, правильно? Потому что стол может быть и не деревянным, или там стол квадратный, он может быть круглым. И деревянным может быть не только стол, они разделимы, но в высказывании стол есть деревянный у нас нет разделения, это что-то одно, что-то одно является тремя, правильно, нет? Вот мне это всегда напоминает, что-то, когда одно является тремя, и при этом таким образом, что вы не можете даже отделить одно от трех, то есть одно и есть три, и три есть одно. Стол есть деревянный, это что-то одно, вот он предмет, правильно? Это не три разных, это сугубо что-то одно, где стол не отделен от деревянности, и тем более от есть. И в то же время это разное. Откуда мы знаем, что когда мы говорим стол есть деревянный, мы имеем в виду что-то одно? Откуда это известно? Вообще говоря, ответа на этот вопрос нету, мы привыкли. Так, мы без этого не можем использовать язык, но ответьте, откуда? Только потому, что у нас есть вот эта автоматически действующая интуиция, которая усваивается вместе с языком, которая усваивается с культурными практиками большой культуры, вместе с образованием, и поддерживается затем. Но если эта интуиция другая, если это интуиция протекания действия, то тогда язык будет другим, и мышление будет другим. Ну вот, собственно, это мой ответ на вопрос о том, как может быть много разумов. Вот они могут быть так, и дальше это можно развернуть, во-первых, и в чистую логику, и в метафизику. Метафизика действия, которая была развита в арабо-мусульманской философии с самого начала, да, это метафизика мутазелитов, которая, кстати говоря, в части своих результатов, то есть теории пространства, времени, действия, вошла в вероучение исламское. В исламское вероучение, в виде ашаризма, прежде всего, ну и в другие школы. Понимаете, то есть это не только элитарная философская мысль, тем более начальных веков ислама, но это массовая вещь, поскольку вероучение это массовая вещь. Вот, сугубо из этой логики вытекает, только из логики, больше ни из чего, вытекает, что время состоит из атомарных моментов, что действия не происходят во времени, и это не какие-то экзотические тезисы, а это абсолютно рациональные тезисы, да, которые были вот сформулированы, развиты, обсуждены, приняты, затем легли в основу антологии суфизма. Вот, Аристотель говорит, что время не может состоять из неделимых моментов, да, вот анализируя опори и зеноны, не может так быть. И аргументация тоже чисто логическая, вот вам не совпадение этих двух логик. Ну вот, это касается вот этих двух типов рациональности, этих двух типов разума. Что касается Индии и Китая, я об этом не могу говорить профессионально и не буду говорить, хотя у меня есть догадки относительно того, в чем отличие вот этих двух типов разума европейского и, вернее сказать, не европейского, он не европейский, он субстанциальный, да, субстанциального и процессуального, основанного на действии. В чем их отличие? Они просто развернули себя в Европе и в арабском мире, могли развернуть где-нибудь в другом месте, в Латинской Америке или в Антарктиде, если бы там жили люди. Дело не в географии, понимаете, а дело в типе мышления. Так вот, оба эти типы разума для них, в общем, является то, что единство для них приоритетно в сравнении с множественностью. Множественность должна быть сведена к единству или множественность должна быть выведена из единства. Вот в этой паре множественность единства, единство является предпочтительным, да. Отсюда и иерархически высший уровень, он всегда единый, это самое общее. Отсюда, да, значит, ну это и, или там, скажем, корень, он всегда один, да, из него множественность истекает, вот этих ветвей. Вот, и так устроена и политическая власть, и многое-многое другое. А ведь может быть наоборот, может быть таким образом, что множественность оказывается приоритетной в отношении единства. То есть не то, чтобы единство отметается, нет, конечно, но точно так же, как вот в этих двух случаях единство приоритетно, так же множественность может быть приоритетна. И по тем наблюдениям, которые я могу непрофессионально делать, вот в том, что касается Китая или Индии, есть вещи, которые это подтверждают. Ну, скажем, возьмите вот гексограмму, китайское мышление, это мышление ситуациями, мышление комбинациями, так, это не мышление сущностями, и это не мышление действиями, а это мышление ситуациями и комбинациями. И элементарное такое, как писал Франсуа Жульен, французский философ и китаист, первое предложение, у него есть такая книга, где он говорит, каково первое предложение Китая, то есть с чего начинается Китай. Вот он начинается с Идзена и с гексограмм. Ну, что такое гексограмма? Гексограмма и есть минимально возможная комбинация. Заметьте, противоположности, прерывистые и непрерывные, это минимальное противоположение, не 3, не 5, а вот 2, которые противополагаются, но они всегда связаны в определенную комбинацию. И вот это мышление комбинациями, или, как говорят ученые люди, стратагемное мышление, отмечается многими из тех, кто изучает Китай, как отличительная черта китайской рациональности. Это не конфронтационное мышление. Вот, заметьте, как выстроена политика Китая, это не политика конфронтации, это политика выстраивания таких комбинаций, которые срабатывают в конечном счете. В китайской военной науке победа в прямом сражении считалась позором полководца. Интересно, правда? То есть, то, что составляет доблесть, там, скажем, римского воина или греческого, является проигрышем. Почему? Ну, потому что, если ты довел до прямого столкновения, значит, ты не смог выстроить такую комбинацию, такую стратегию, которая бы сработала без прямого столкновения. Она должна работать без прямого столкновения. Вот, ну, много других примеров. Ну, не буду я в это углубляться. Вот, мне кажется, что дело в этом. И то, как устроен язык китайский, значит, интересно было бы посмотреть с этой точки зрения. Вот, так вот, я думаю, что самый простой способ подойти к этому, это подойти через то категориальное, фундаментальное противопоставление, которое, ну, как бы сказать, разработал, не выдвинул, не придумал, это было до него, но разработал, вот так подробно, Данилевский, Николай Яковлевич. Это противопоставление всечеловеческого и общечеловеческого. Вот это фундаментальное противопоставление. Кстати говоря, Данилевский, конечно, фамилию произносят часто, а знают очень плохо, и мне это, как там у Высоцкого, и мне за это горько и обидно, потому что повторяют одни и те же штампы. Вот такое впечатление, что люди не читают Данилевского, а просто повторяют то, что прочитали в других каких-то работах. Вот. Взяли, записали его в консерваторы и в славянофилы. Слушайте, у нас был, значит, круглый стол по Данилевскому, и я там выступал, и вот в качестве одного из вопросов я поставил, был ли Данилевский славянофилом. Я специально поставил этот вопрос. Нет, он категорически не был славянофилом, он просто не мог быть славянофилом, если он был в своем уме, и говорил то, что он говорил, и отдавал себе отчет в том, что говорил, потому что это несовместимо с основанием его теории, несовместимо с базовым для него противопоставлением всечеловеческого и общечеловеческого. И тому есть текстуальное подтверждение в его тексте, ну просто прочитайте, что написано в России и Европе, где он говорит, что славянофильство это такое же заблуждение, как и западничество, что это одного уровня заблуждения, одного типа, поскольку они выдают общечеловеческое за все человеческое, но только одни считают, что это общечеловеческое воплощено в Европе, а другие считают, что в славянах. Он противник и того, и другого, потому что он противник общечеловеческого, как выдавание некоего частного культурного опыта за опыт всего человечества, за единственно возможный. Ну вот, что же говорить. Ну вот, так вот, противопоставление общечеловеческого и всечеловеческого. Я думаю, что если мы от этого оттолкнемся и, как бы сказать, спроецируем на вот это противопоставление, то, что я говорил до того, то тогда оказывается, что общечеловеческое это то, что располагается вот на уровне отдельных реализаций разума. Вот общечеловеческим может быть представлена там западная культура, арабо-мусульманской может претендовать на статус общечеловеческого, если бы она хотела претендовать, да. Вот всякий частный разум, который реализовал себя в системах цивилизации устойчивой, многовековой, или там индийская, или китайская, это все цивилизации многовеков существующие, устойчивые, он может себя выдавать за общечеловеческое. Если захочет, я не говорю, что обязательно будет, это тоже вопрос, выдает или нет, но может претендовать на это. Но всечеловеческое, это такая точка зрения, которая видит ограниченность каждого из этих вариантов. Понимаете? То есть, всечеловеческое, это не какой-то инвариант этих вариантов, потому что, вот тут очень важно, ведь то, что я говорю, означает, это я говорю и себе, и всем вам, означает, что нет абсолютных инструментов разума, то есть таких инструментов разума, или категориальных развлечений, которые бы не зависели от конкретного типа разума. Понимаете? Значит, когда мы говорим вариант-инвариант, мы задействуем определенную схематику разума, мы задействуем иерархическое мышление вот этого субстанциального типа. Потому что, скажем, араб-мусульманское мышление бы не концептуализировало это таким образом, а она концептуализировала бы это как корень ветви. Понимаете? И если бы я хотел бы мыслить в этой рациональности, я бы вас спросил, есть ли здесь корень и ветви. То есть, можем ли мы выветвить одно понятие из некоего корня. Кстати, вот если уж о языке, да, в арабском не только нет слова «есть», связки «есть», и вы не можете сказать «А есть Б» по-арабски, если вы не примысливаете ее в арабский язык. И тому доказательством вся теория арабского языка, которая создана самими араб-мусульманскими учеными, начиная с 8 века. Так, на минуточку. Это сверхразвитая теория, которая описывает и словари, и сама теория. Но там нет также и морфологии. Вот понимаете? Вот вы скажите лингвисту, что там нет морфем. Он скажет, вы что, вообще с ума сошь, как может не быть морфем? Фонема, морфема, лексема. По-другому язык нельзя описать. А в арабском языке нет морфем. Потому что фонема, морфема, лексема – это восхождение по иерархии. По иерархии абстрагирования и обобщения. Вот вам, как действует разум в науке. А как же построена арабская наука о языке, где нет этого? И где нет, например, понятия модели. Хотя европейское мышление рассматривает арабский язык, он действительно, он алгебраически построен, как бы по моделям, как будто бы. Но это так, это я вспомнил, к вопросу о том, каковы вот такие очевидные, ясные примеры того, что рациональность не совпадает. И если вы подходите к этой культуре с европейскими привычками рациональности, то вы всегда встретите неудачу, потому что они не оправдаются. Вот понятие моделирования, фундаментальное научное понятие уж в современности, как без моделей? А вот как они обходились без моделей? Вот там нет моделирования, понимаете? А алгебру между тем изобрели, и тоже не случайно, и алгоритм. Вот это тоже, между прочим, встроено в эту рациональность. Ну вот, так вот, всечеловеческое, это такой способ собрать вот эти разнологичные культуры и цивилизации, которые бы не подгонял их все под один шаблон, то есть под один инвариант. Вот о чем говорит Данилевский. Он говорит о всечеловеческом, правда, в отношении всемирной истории. Он не говорит об этом в отношении России. В том, что касается России, у него другой взгляд, у него идея славянского культурно-исторического типа, который должен, вернее сказать, не должен, а может создать свою цивилизацию. Тоже все время забывают, что он не считал, что цивилизация уже имеется. Она только может возникнуть в будущем. И возникнет она только, если смогут ее создать. Понимаете? Культурно-исторический тип-то есть, потому что культурно-исторический тип это сообщество народов, то есть этноязыковое сообщество близких по этничности, языку и, в общем, культурным привычкам народов. Вот это и есть культурно-исторический тип. Но он может создать, а может не создать свою цивилизацию. Так вот, славянская не создана еще. Она может быть создана в будущем, говорит Данилевский. Да, он мечтает об этом, да, он горячий, так сказать, сторонник и все прочее. Но ее нет. Он вообще-то ученый, он вообще-то естественник, понимаете? Что ему почему-то ставят в упрек, что он, мол, биологизатор. Ну и что, биологизатор? Он использует биологические метафоры, но, а кто не использует метафоры? А метафора большого взрыва, это что такое, которым пользуются физики? А метафора волны у физиков, это что? Они что, электромагнитные волны, это волны, что ли? Это метафора, правильно? Между прочим, визуализация на графике. Вот. Ну ладно. Так что, но он, как естествоиспытатель, он смотрит абсолютно трезвыми глазами в этом смысле. И при всей своей горячей привязанности к славянам, он понимает, что цивилизации-то нет, она может быть будет. Он считает ее, что она, да, все четыре, так сказать, разряда человеческой деятельности воплотит в себе, то есть будет целостной, вот эта идея целостности. Но, тем не менее, это будет один из, одна из цивилизаций многих. Ну вот. Но, скажем, опыт классического евразийства другой, и их взгляд другой. Трубецкой, Николай Сергеевич Трубецкой и другие. Для меня, с моей точки зрения, Трубецкой там центральная фигура, хотя евразийство очень разнородное, и классическое евразийство, о другом я вообще не говорю. Но, тем не менее, здесь другой взгляд. И взгляд как раз такой, который переносит все человеческое уже внутрь России. Понимаете? Вот в чем смысл классического евразийства. То есть, который говорит, что Россия, это место развития, если брать их термины, разных культур и разных цивилизаций. Потому что, если вы берете ислам, который, между прочим, и Данилевский, и другие русские писатели, вообще не могли вместить в свою голову. Они не могли вместить. Понимаете? То есть, не могли осмыслить. За очень редким исключением Чаодаева и Соловьева, и может быть, еще кого-то. И то, это особые такие случаи. Но не могли вместить. Это очень характерно. Так вот, евразийцы вмещают, при том, что они православные. Они не менее православные люди, чем их предшественники. Но они смогли вместить. И вот это все человеческое представление, уже перенесенное на почву России, они выражают. И речь идет о том, что логика собственной культуры должна лежать в основе цивилизационного строительства. А это значит в основе выработки своих регулятивных систем этики и права, своих политических форм, своих системы общественной организации, ну и так далее. Всего, что состоит. И своего языка, между прочим. Представляете, что сейчас с русским языком происходит. Закон приняли, но его надо было 30 лет назад принять, а главное исполнять. Я думаю, что это то, как раз и есть тот путь, по которому можно и нужно идти. Речь идет о логике культуры. Вот посмотрите на Китай после Мао Цзи Дон, то есть начиная с Дэн Сяопина. Я все время говорю, вот они и есть настоящие классические евразийцы. Почему? Потому что они не только не выбросили логику своей культуры, они ее поставили во главу угла и смогли адаптировать. Вот они смогли эту комбинацию выстроить, куда они включили и весь этот дискурс о социализме, марксизме. Но он был таким, что вот эта комбинация, так сказать, общая, она сработала, как китайская культурная матрица. Понимаете, они смогли опереться на собственную логику. И только поэтому они успешны. И поэтому у них экономика как-то чудесным образом пригнана к их мировоззрению и к их политической системе и правовой и так далее. Это не значит, что там нет проблем. Проблемы везде есть. Но там есть морфология, то, что Шпенглер называл морфологией. Почему? Да потому что это растет из одной логики, из одной рациональности. Вот они были настоящими классическими евразийцами. Не знаю, читали или не читали. Но были. В этом смысле, потому что развивали логику культуры. Чего не случилось у нас. И логика культуры не развивала, то есть политическая линия не базировалась сознательно элитами, то есть так называемые элиты, правящие круги, не направляли развитие страны в соответствии с этой логикой. То есть это не было таким, как бы сказать, оселком, на котором бы это выверялось. Но вы же логику никуда не денете. Потому что логика это не просто то, что в учебнике написано. Это мироощущение, которое в голове людей. Вот это логика соборности, логика все субъектности. Между прочим, вот это самое соборность, это же не просто, не случайно нет перевода на европейские языки. Вот у Цыганкова была, по-моему, во втором номере за прошлый год «Вопрос о философии» замечательная статья про то, как не получилось перевести на голландский язык слово соборность. Вообще не получилось у них, хотя они были русистами, те, кто переводил. Ну нету, понимаете? И не получилось не потому, что они переводить не умеют, а потому что мышления этого нет. А что такое соборность? Соборность это все субъектность, когда, если брать литургическое значение, когда каждый участник литургии является участником священно действия. Не только священник, но каждый участник. Вот, понимаете, вот этот принцип все субъектность. У нас это где-то проявлялось или нет? Ну, понимаете, хорошо. А земства, которые нарождались, не были ли выражением этого? А советы в их изначальном виде, когда они родились, они не были разве выражением этого? До того, как их, так сказать, превратились, они в то, во что превратились. Я думаю, что были. И я не уверен, что это единственные примеры. То есть, и в нашей истории мы можем это найти. Есть и другие бытовые проявления вот этой идеи, все субъектности. Есть и в языке, в русском проявление этого. Понимаете? То есть, вот это базовая, фундаментальная логика, которая проявляется на уровне мироощущения, на уровне мироозрения, которая позволяет России быть вместилищем, но не в прямом смысле, как бы не емкостью, а месторазвитием, вот это хорошее в этом смысле слово, месторазвитием разнологичных цивилизаций, таких как буддийская, там, исламская, православная и другие. Не забывайте о других. При этом они живут здесь бесконфликтно. Здесь нет столкновения цивилизаций, о котором, да, кто-то любит говорить. Здесь нет. Они живут бесконфликтно. Почему? Я думаю, что благодаря вот этому ощущению, этому ощущению каждой субъектности, то есть, если каждый субъект, если нет того общего, что загоняет всех в одну рамку, то тогда нет и протеста. Жизнь, как бы сказать, показывает, что это все конфигурируется гармонично, что ли, да. Ну вот, наверное, я на этом закончу, сколько я уже говорю? Да, я проговорил целый час. Спасибо, извините, если я вас утомил, вот, спасибо, возьмите на себя, ладно, какое-то время. Спасибо. Спасибо, Андрей Вадимович. Спасибо.